Результат такой, вот этот гриль тоже поврежден, фары нет вообще с нашим трапом, Диргард полетел, диск помятый, колеса скорее повреждены. Нет, уверенно едет дальше, как будто ничего не было, как будто там муху сбило, да? Здесь ответственность самого водителя в первую очередь. Водитель должен был после загрузки измерить высоту. После этого удара вот этот пин помялся, да? Где удар в этой машине? Вот удар происходит прямо вот сюда. Все, удар есть. Он встал на ровном месте. Что произошло? Всем привет, друзья! Сегодня будет очередной выпуск про эксцидент нашей компании. И, кстати, не только эксцидент случился в наших траках, со мной тоже произошло. Если вам интересно, пишите, расскажу отдельно. Сегодня не будем обо мне, сегодня будем о наших траках и о нашем бизнесе, в общем. Сегодня о чем? Сегодня мы поговорим эксциденты на дорогах, первый клейм на карго, который прилетает, про то, как сбивали олени. В общем, будет очень интересно. Так что, ребята, смотрите до конца. Самое интересное будет обязательно в конце, чтобы вы до конца досмотрели. И, конечно, я хочу поблагодарить всех за то, что смотрите, активны, пишите комментарии, делитесь. Это вдохновляет, так что будем продолжать. А также, ребята, не забываем подписываться, ставить лайк и делиться в группах с друзьями, со всеми. Также не забываем про телеграм, про инстаграм, подписывайтесь, будьте активными. В телеграме я сам отвечаю на все ваши комментарии, так что будем чаще там видеться. Что, ребята, тогда погнали. Эксцидент номер один. Так, ребята, это происходит вот тут. Этот трак стаб, видите, спидку. И эксцидент происходит вот тут. Мы сейчас будем показывать подробное видео, как это происходило. Начинаем отсюда. Этот трак выезжает. И за этим траком едет наш трак. Это, видите, 24-го года, 19-го сентября. Прям совсем свежая. Едем за этим траком. Наш берет шире. Скорость 5 миль час. Этот водитель, в принципе, уже года два или больше у нас катается. Вот он выпускает первого водителя. Дальше едет. Встал. Заметили, да, он остановился. Вот время получается. Сейчас, смотрите, давайте на время посмотрим. 01-16-28 дня, да, PM. Вот он стоит, в принципе, стоит, ожидает. Вот пропускает эту легкую машину. А потом едет. И в это время проезжает вот этот цементовоз. Все, удар есть. Он встал на ровном месте. Что произошло? Результат такой. Вот результат. То есть этот наш трак, с нашим траком. Диргард полетел. Брекеты вообще порваны, да, или помятый брекет. Повреждения есть в бампере есть. Небольшой, но есть. С этим траком, вот тот цементовоз, видите, да. Диск помятый. Колеса скорее повреждены, но я бы не знаю точно, повреждены или нет, но они говорят повреждены. Да, вот видите, вот тут, наверное, есть, вот тут порвано. Втором тоже есть, вот где порвано. Это, наверное, попало где брекеты, наверное, туда где-то. В общем, есть. Колеса нужно менять, видите. А как это происходит, ребята? Вот отсюда выезжает водитель. Это картинка с Google Map. С этой стороны, вот где красная сейчас эта машина, туда, отсюда приехал пикап, да. Наш водитель пропускал машин, которые ехали оттуда, с правой стороны, с его, где-то отсюда, кто ехал. И одну машину отсюда пропустил. Он говорит, что как ты, конечно, мы задались вопросом, как ты это не увидел, что по этой полосе, по этой, по одной полосе ехал цементовоз. Как ты не увидел, он говорит, что вот, то есть, по правой полосе ехал большой Семай-трак, и этот цементовоз оказался за ним спрятанным. И поэтому он говорит, я думал, что там нету трака, и он проехался, поехал дальше. Хорошо, что хотя бы только заднюю часть ударил, да, не в лоб в лоб, не этот, но это прям явный фолд нашего водителя, ошибка нашего водителя. То есть, он не убедился, что в этой полосе мог приехать другой трак или другая машина, и он просто начал поворачивать, когда с этой стороны, получается, когда это, ну, чисто стало. То есть, его ошибка, вот видите, у Google Maps видно. Он должен был тут пропустить вот этот трак, который поворачивал направо, заезжал в тракстап, должен был его пропустить, убедиться, что за ним все, дорога чистая с обеих сторон, и только после этого должен был выезжать. Это его ошибка. Конечно, мы сейчас будем это оплачивать. Водитель тоже попадает на дедактабл, да, потому что это, скорее всего, пойдет через иншуренс. Поэтому, ребята, отсюда вывод. Я же, помните, говорил, да, золотое правило тракинга – «Не вижу, не еду». Вот наш водитель допустил ошибку, что он не увидел, но поехал. И поэтому Максим случился. В любом месте, хоть паркуешь, хоть вперед едешь, хоть там поворачиваешь куда-то, золотое правило тракинга – «Не вижу, не еду». И не только это тракинга. Это даже на легковой машине, вот если ты выезжаешь отсюда, если тебя перекрывает там большой трак, и ты не понимаешь, что на той полосе есть трак или нет, то ты не должен выезжать, хоть на легкой машине. Поэтому вот ошибка этого водителя, что он просто наугад вы и вылез, да. Хорошо, что трак прям проехал, не ударил там, не снес кого-то там. Благо то, что, самое благо, что люди не пострадали, никто не пострадал, а пострадало две машины. И в конечном итоге что происходит, на что попадаем? В итоге что происходит? Попадаем два колеса, два диска, и они вроде бы говорили, что тракт is not drivable, то есть тракт не может поехать, и мы должны были сделать тоинг. Мы не знаем, тоинг сделали, не сделали, не сделали, наш водитель не проследил дальше. Они сейчас пока на связи не выходят, но мы ожидаем, что они говорили, оказывается, сделать нужно будет колеса, диски поменять, потом по экселям проверить. Экселям, может быть, говорят, повреждены, потому что после удара. Я не думаю, что был удар настолько сильный, что я не думаю, что это большой дэмэдж есть, потому что всего лишь порвались вот эти диски, ну, помялись диски. И из-за таких мятин, в основном, экселям не страдает обычно. Ну, не знаю, что они притягивают. Они, кроме этого, говорили, что мы должны оплатить за один день простое этого водителя. Они попытаются в тот день сделать этот цементовоз, перегрузка этого цемента на другой трак, и вот эту перегрузку, все это оплатить, нам говорили. И сказали, если вдруг цемент испортится, то мы должны оплатить за цемент тоже. То есть они первый день же выкатили столько требований, да, и тут мы ничего не сможем доказать обратное. Водитель принес нам вот такие головные боли, столько ущерба. Конечно, мы, наверное, пойдем через иншуренс, скорее всего, и с водителя будет дедактабл, конечно. Будьте внимательны, не попадайте в такие истории. Лишние головники, водитель приехал недавно, да, мы там сняли эти брекеты, сняли сейчас, сделали там бампер, и сейчас нужно будет, ну, заказали эти диргарды, диргарды, устанавливать будем диргард, это тоже попадало. То есть дедактабл на один тракт. Завод цементовоз, это один дедактабл, если бы наш тракт тоже пошли бы через иншуренс, был бы второй дедактабл. На наш тракт не пойдем через иншуренс, там будет дешевле, сделает самим, поэтому мы сами сделаем, сами это закроем. Вот таким образом, в общем. У кыргызов говорят, что кто спешит, наверное, людей не спешит, но у нас говорят, шашкан шайтана ниши, это говорит, что кто спешит, это дело черта или что-то такое, в общем. Черт торопит. Поэтому никогда не торопитесь, убедитесь, что все хорошо, все чисто, только после этого выезжайте. Мы сейчас ожидаем, сколько нам прилетит, какая сумма на этот эксцент. Пока непонятно, они пока отморозились, но надеемся, что они по-человеческой поступят, и не будет большая сумма. Там, получается, два диска, две шины. Возможно, говорят, по экселям что-то там есть проблемы. Плюс перегрузка цемента на другой трак. Если испортится цемент, сколько это будет стоить. Или стоимость одного нерабочего дня водителя, сколько это все станет. Кто знает, пишите комментарии. Или просто кто как думает, пишите комментарии. Сколько примерно по-вашему это обойдется. Мне самому интересно, я точно не знаю, сколько это будет, но продолжите версии. Первый вариант столько, второй вариант столько, третий вариант столько, и тогда будет понятно. Так что мне тоже интересно. И давайте потом по итогу, на основании того, что они скажут, и сравним ваши комментарии, будет интересно сравнить все это. Друзья, эксцент номер два. Посмотрим на видео. Видите, олень. Как смачно вылетает. Скорость. Видите, 70 миль в час. Это происходит в 23-м году, 10 мая, 8 вечера. Так, и смотрим на видео, как сбивает. Вылетает, все. Что видим, тракт даже не останавливается. Даже не проверяет, что случилось. Едет 70, был во скорости, 70 едет. Правый верхний угол, смотрите, вот. Даже не снижает. Едем минуту дальше, после этого будем смотреть. Такое ощущение, как будто человек не заметил, что сбил этого оленя, да, наш водитель. А вдруг что-то там случилось, да? Что вы думаете об этом? Это железные нервы? Или это настолько пофигизм? Что это вообще, по вашему мнению? Кстати, это была женщина за рулем, и она даже не содрогнула. Возможно, беспощадная, да. Но, знаете, то, что она сделала правильно, она не пыталась увильнуть от оленя. Это самое главное, это правильно. Лучше сбить. Оленя выходит, сбить. Конечно, нужно было остановиться, посмотреть. Если там, не знаю, там что-то порвалось в нашем траке, да, что-то. Ну, посмотреть, ты сможешь ехать дальше или нет? Нет, уверенно едет дальше, как будто ничего не было. Как будто там муху сбила, да? Поэтому правильно то, что она делает, она не выльнула. Бывали случаи, что, когда оленя выбегает, и водители старались увильнуть, там, полозу поменять и так далее, и в это время, там, управление теряло, и трак уходил на бок. То есть, если такой случай был бы, это было бы, ну, большие деньги попали бы на большую сумму. Были бы там, были бы очень большие проблемы. Могли бы даже проблемы быть самим водителем, да? То есть, здоровье потерять. Поэтому мы ничего не говорим. Спасибо, что сбили оленя, но прямо держали полосы. Это очень, очень важно. В результате что? Видите, вот тут аж прям шерсть от оленей осталась. Да, у нас что, папа, что мы видим в результате, да? То есть, повреждение-то капота есть с правой стороны, да? Потом фары нет вообще. Вот этот гриль тоже поврежден. Повреждены вот эти решетки, вот. И благо, что это не дошло до радиатора. Итого, мы в трак привезли, сделали у нас здесь в Чикаго. Это было где-то, по-моему, это было в Айове, насколько я помню. Мы сделали в Шапе, и это где-то обошлось около 4 тысяч долларов. То ли больше, то ли меньше. Я не помню точно, но в общем, не стали доставать. В общем, на это попали. Вывод какой отсюда? Если бы был здесь Диргард, если бы икскардовский Диргард поставить за 2 тысячи долларов, то как бы минимум на половину нам, то есть мы поставили бы на 2 тысячи долларов Диргард икскардовский, и не почувствовал бы этого оленя в основном. Конечно, были бы, может, повреждения, но не настолько. И, конечно, этот Диргард служит бы дальше, да, потому что после этого случая мы решили, что на все траки будем ставить Диргарды. Мы, конечно, икскардовский не ставим, мы ставим дешевле, и то спасает. И то спасает, и всем рекомендую, ребята, ставьте Диргарды, экономьте на этом деньги, потому что мы здесь потеряли не только там около 4 тысяч долларов за ремонт, да, мы потеряли время, что трак стоял, трак перегоняли, трак делали, то есть мы просто потеряли время, за это время мы могли бы деньги заработать. Поэтому очень важно Диргарды ставить и обезопасить себя заранее. Это был вот урок для нас. Я помню, выехал на практику, ехали с другом, он спал в спальнике, а я за рулем еду, и выбегает это стадо оленей, я, конечно, там по тормозам торможу, торможу, и друг со спальни вылетел, там на пол упал, да, и он мне говорит, лучше вот это сбил бы. Ну, я-то, я хорошо никуда не увильнул, я понимал, что если я увильну куда-то, то управление можно потерять и уйти можно на бок, да, в принципе, об этом я знал. Но я протормозил максимально, там, engine brake, тормоз, все, вместе, короче, тормозил и смог. Но он слетел, и благо то, что с ним ничего не случилось, но вот тоже такой урок, что не обязательно прям вот так тормозить сбивая, особенно в холодное время суток. Если там black ice, после такого торможения можно, в общем, этот, jackknife попасть, поэтому такую ошибку тоже не делаем. Это, конечно, приходит со временем, с опытом, но поэтому я вот делаю такие обзоры, чтобы с вами делиться, и вы не совершали те же ошибки, которые делает наш водитель, или я делал когда-либо, да, и так далее. Поэтому, ребята, если вам интересны такие обзоры, поддерживайте нас лайками, комментариями, там, делитесь, да, с друзьями, со всеми, там, в разные группы закидывайте, где тусуются тракисты, закидывайте туда, потому что это тоже полезно. Если наше вот это одно видео спасет одного тракиста, каких-то серьезных ситуаций, да, это будет большая польза. Мы, значит, все вместе будем делать благо и будем делать лучше, безопаснее дорогу в нашей стране, где мы живем сейчас. И эксцент номер три. Не пять, три. Начнем отсюда. Что видим, да? Вот этот кранчик, ground dog, да, видно, да? Что-то вы замечаете? Вроде нет, да, ничего. Ну, смотрите, вот, видите? Вот тут получается вот этот краник, сам рукав или руки, да, я не знаю, как это называется официально, но вот это сами руки, они... Давайте мы сейчас начнем с видео, как это происходит в самом деле. Наш водитель едет 70 миль в час. Это происходит в Мичигане. Он с Огайо забрал груз и ехал в Мичиган. Бац! Заметили, да? Какой удар ужасно, как будто трак подпрыгнул аж. Вот, блин. И что он делает? Он едет дальше, нам не сообщает этот водитель, что случилось. Едет и груз довозит. Думал, наверное, что принимающая сторона, наверное, не заметит. Они, конечно, каждый раз, когда принимают груз, они делают инспекшн, проверяют полностью. После этого удара вот этот пин, как помялся, да? Пин помялся, раз, он прям вылез аж. А так не должно быть. Отсюда заметно, да, как будто листок бумаги такой. Он помятый после такого удара. На себя принял большой удар. Он же бьет мост. И на мосту хорошо, что такого сильного повреждения нет. И он хорошо, что проехал этот мост, да? Мы сейчас покажем, где был удар. Видели, вот этот удар был. И он насколько это зашло. Вот отсюда вот видно. В общем, какая ситуация в целом? В целом такая картинка. Груз довозим. Они открывают нам клейм. До сих пор ждем клейм. Это уже, по-моему, пару месяцев уже проходит. Результатов клеймов нету официально. Но примерно нам по телефону сообщили вербально. Примерно клейм на 55 тысяч долларов примерно. То есть этот водитель нам принес вот столько. Это первый клейм на карго. У нас до этого, мы уже больше 4 лет в этой компании. И у нас не было ни одного карго клейма большого. Маленькие бывали, да. Мы их там закрывали, сами с out of pocket платили, потому что смысла нет, когда так было платить, да? И водитель все это пытается спереть на шипера. Шипер сказал, что, короче, мы загрузили, у тебя все окей, ты езжай. Здесь ответственность самого водителя в первую очередь. Водитель должен был после загрузки измерить высоту. Высота правильная или нет? Он не имеет права и выезжать, если высота или ширина или что-то не позволяет. Если высота высокая груза или ширина там, да, оверсайз, да, и так далее, тогда он должен был нам сказать, диспетчерам, и мы могли или это спустить в ковш этого крана, или мы заказать должны были специальный этот эскорт, взять пирамид, по специальным дорогам проехать. То есть подъезжаешь на вейт-стейшн, и там можно измерить, все это сделать и получить этот пирамид. Тогда он бы не заехал, то есть зная, что этот груз выше, чем обычные стандартные габариты, надо было это делать. Водитель нет, вместо того, чтобы измерить высоту, поехал. Вроде опытный водитель, давно, в принципе, работает у нас. И вот такие проблемы принес, да? Да, но нам не понравилось то, что он пытался не признать вину, он пытался на других спереть, на шипера спереть, на диспетчера спереть, да. Это не совсем добросовестный, наверное, подход, потому что, да, диспетчера у нас по нашим инструкциям, диспетчера тоже должны спрашивать про высоту, там, про габариты, там, все ли нормально. Но ответственность в конечном итоге несет водитель. Он выезжает с третьим траком на дорогу, и он должен измерять и сообщать, если что-то не совпадает на стандарты. Друзья, обязательно, когда вы берете груз на опендеке, то не ленитесь, возьмите рулетку и измеряйте высоту. По поводу габаритов сразу видно, если он отходит, выходит от вашего, от ширины трейлера, от длины трейлера, там другой вопрос, сразу видно. Высоту измеряйте всегда, не надо лениться, видите, поленились и попали на большие деньги, и это серьезный клейм сейчас. Опять лишний головняк, мы разбираемся, мы, короче, пытаемся этот вопрос закрыть, потому что понятно, что вина наша, мы не будем отрицать груз. Если мы взяли в целости и сохранности, то мы должны привезти такой же груз, какой взяли. Это наша работа. Что об этом думаете, пишите. Были ли у вас случаи, когда вы там мост били, или там, не знаю, там какие-то не измеряли высоту, попадали на неприятные ситуации, или вообще просто обычным грузом подоехали под мост, были ли ситуации такие? Пишите в комментариях, тоже посмотрим, почитаем, и, возможно, мы вспомним что-то из нашей истории, и мы покажем все это. Итак, эксцент номер 4. Сразу хочу сказать, что благо, что никто не пострадал, все живы, все здоровы, но ситуация, когда я увидел эту картинку, я прям испугался. Что мы видим? Смотрите, да, это очень опасная ситуация, да? Машина едет, легковая. Наш кендр ударяется и уходит в обочину. На этом траке есть трейлер, просто он не виден из-за того, что дорога такая светлая. Это флэтбет трейлер. Давайте посмотрим теперь на видео с нашей камеры. Вот едет наш водитель, спид-лимит 71, то есть на 1 превышает, в принципе, норма, да? Это происходит в 2024 году, 24 августа. Получается, 1 из 40 пм в обед. Вот едет наш трак, подъезжает спереди, что-то там пробка образовывается, да, потихонечку, то есть машина замедляется и вот пропускает с левой стороны эту красную машину, после этого заезжает на этот, меняет полосу, едет он, даже ничего не происходит. Едет и едет, все. Потом вот тут он дает, обратно полосу меняет, останавливает, что-то заметил, наверное. Эта картинка выглядит снутри нашего трака таким образом. В результате вот та машина, которая отлетела, машина ударилась и отлетела. Теперь мы думали, что водитель поменял полосу неправильно, как по словам офицеров, полицейских. Он говорит, что вот машина едет, ваш трак поворачивает, он бьет. И он говорит, что виноват наш водитель, неправильно, то есть небезопасно поменял полосу. В принципе, по этому видео я согласен. Так кажется, да? Но если смотреть, где был удар, вот трейлер, прям задний угол, вот сюда был удар, был угол нашего трейлера. И плюс, если смотреть, где удар в этой машине, удар происходит прямо вот сюда, где-то вот в этой части. Есть ли наш водитель, по-моему, опять рассуждаем, тоже пишите в комментариях, как по вашему мнению, кто виноват, как это произошло. Но я думаю, если наш трак заезжал бы на эту полосу, и этим хвостом, то есть бампером он зацепил бы перед этой машиной, скорее всего, он порвал бы бампер. Такое ощущение, как будто вот эта машина, она ударилась, то есть она догнала и ударилась. Бывает же ситуация, что когда ты едешь, пытаешься, там, поворотник включаешь и пытаешься перестроиться, и в этот момент начинают те машины, которые сзади едут, они начинают топить. Так ситуация бывает часто, да? И водитель так сообщает, в принципе, возможно, так и было, но, конечно, водитель должен был взять безопасное расстояние для того, чтобы поменять полосу. Это его вина, в этом есть. То есть он должен был безопасное расстояние взять. Он по виде, видно, что он не взял такое безопасное расстояние, он вот так заехал. Но, возможно, вот этот Субару тоже не захотел уступить дорогу, и он тоже потопил. Возможно, такое тоже есть. Водитель, который сидел внутри этой машины, он там скорая приехал, а все это, полицейские приехали. Они сообщили, что он не пострадал, все нормально. Просто вот такая жесткая картинка была, и я думаю, это повезло. То есть пострадала машина, мы видим, что бампер, и по внешнему виду кажется, что даже бампер тоже, ну так как, только бампер пострадал, не так сильно. Если было бы настолько сильно, мне кажется, этот бампер прям внутрь зашел бы, да? Этого нету. Смотрите, да, когда вот, мы по видео видим, вот еще раз, наверное, покажу, по видео видим, да? Машина едет на левой полосе, наш трак поворачивается, он ударяется сюда, чуть-чуть выезжает на, получается, левый шелдер, и после этого машина обратно, правую полосу уходит в поле. То есть эта картинка очень страшная, но вот мы видим полосу, да, вот в полосах, как машина вот, когда заезжала, она прям чуть-чуть юзом заехала, вот прям видно, да? С левой полосы, когда машина уходила в то поле, не ударило никакую машину, никого, никого там не было. Если ударило бы, там было бы, мне кажется, намного жестче, намного было бы, мне кажется, страшнее, да? Мы, конечно, меньшим отделались в любом случае, мы сейчас результаты этого эксцента тоже не знаем, пока будем разбираться, наверное, через суд. И вам покажем последний вердикт правоохранительных органов, они скажут, кто виноват, но вот будет попозже видно. В целом, да, мне кажется, все равно, там, вероятности больше, что нашего водителя обвинят это. По мне, вот я бы тоже водителю говорил, ты же безопасно поменял полосу, он говорит, там было чисто, он говорит. Вот ты, говорит, на этом видео далека не видно, говорит. Да, видео очень смутное, мне кажется, что он был ближе к траку, по видео видно, да? Вот по тому видео. И видно, что вот тут, кстати, вот тут видно, что когда он пропускает, вот едет он 71, тут чуть-чуть притормаживает, да? Скорость у него будет 68, он пока ждет, эта машина обгонит. То есть он пропускает машину, в принципе, и после этого заезжает на обгон. Судя по этому видео, можно сказать, что он пропустил машины, которые мешали, потом он меняет полосу. Вот тут такая картинка с нашей стороны. А если смотреть вот на это видео, ну, здесь качество очень плохое, да? И тут видно, что машина как будто вот прям рядом сбивает, трак прям, когда машина едет, она вот прям сход сбивает. Тут так кажется, поэтому не могу утверждать, потому что видеокачество очень слабое, тут прям утверждать тяжело. Но остается фактом, что нельзя менять полосы, пока ты там не видишь, что там чисто. Это трак огромный. Любая легковая машина может прилететь быстро. Лучше побыть на своей полосе, пропустить всех машин и проедешь спокойно, там, дальше поедешь. Вот на этом месте ты много минут не сэкономишь. Может быть, там, 2-3-5 минут максимум не сэкономишь, но зато ты будешь в целости сохранности. Вот когда машина вылетела на поле, видите, машина стоит здесь, а наш трак стоит вот тут. Вот. Вот. Он встал вот под мостом. Дождался там, то есть он говорит, что скоро приехало, полицейские приехали. Он сюда подходил, но его не выпускали сюда. Говорили, чтобы он стоял, сидел в траке, не подходил. И самое главное, говорит, я убедился, что никто не пострадал. Вот наш водитель в этом плане, да, это ответственно, потому что когда что-то происходит, необходимо подходить, спрашивать. И в первую очередь, когда экстен случился, в первую очередь водитель должен стараться помочь, спасти или помочь, кто там пострадал. Будьте осторожны, берегите себя на дорогах, берегите близких. Мы все, каждый из нас должен стараться делать этот мир лучше, безопаснее. Наши близкие, мы сами, когда ехали на дороге, всегда доезжали в целости и сохранности без проблем. Без вот таких происшествий. Вот так, что об этом думаете, пишите в комментариях. По вашему мнению, кто виноват, тоже пишите. Почему? Аргументируйте. Если вы что-то пишете, что-то думаете, аргументируйте. Давайте научимся разговаривать аргументами. Это будет тогда такой конструктивный, хороший будет диалог. Ну что ж, друзья, на этом все. Экстен закончились. Надеюсь, что будет месяц без экстентов. Прямо этого я хочу. Поэтому я делаю такие обзоры, чтобы меньше было каких-то проблем на дорогах. А так, наступает зима, поэтому готовьте к зиме. Возьмите гелий, возьмите все необходимое. Готовьте как траки, так и себя. Обязательно фильтры меняйте, чтобы вода не замерзала, чтобы ваши траки на дорогах не вставали. И, конечно, уже конец сентября, и у вас должны быть в каждой машине цепи. По законам FMCSA вы обязаны иметь цепи, то есть три мешка. В каждом мешке по два, шесть цепей должны иметь во всех штатах, кроме в Вашингтоне. В Вашингтоне стоит вы должны иметь семь. То есть мы обычно ложим четыре мешка, в каждом из них по два и восемь цепей в нашем траке. И тогда, когда Вашингтон едет, и там проблем нет. Если без цепей поедете, у вас могут быть вайлэйшины, или вас заставят там же покупать, попадете, опять заплатите лишний день. Поэтому готовьте к зиме, и давайте диму переживем безопасно, аккуратно. И самое главное, еще правило зимой, если дорога плохая, лучше встать. Хоть опаздываешь, хоть Амазон, хоть что, встаньте, переждите вот эту плохую погоду, потом дорогу там засыпят солью, с химикатами всякими, и прочистите дорогу, проедете дальше. Доедете с опозданием, зато вы доедете. Самое главное доехать. Я вижу, что по просмотрам большинство людей нас смотрят без подписки. Поэтому подписывайтесь, будьте активными, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите в телеграм-канал, инстаграм-канал, будьте там тоже активными. В инстаграме мы делим короткие видео, полезные какие-то, советами делимся. А в телеграм-канале мы можем с Вами ближе общаться. Я на все Ваши комментарии, запросы стараюсь сам-сам отвечать, и с Вами быть в близком контакте там. Так что, ребята, будьте активными, всем пока, удачи. Не болейте, не попадайте в эксценты.